День оружейника Меня это заинтересовало. Я решил пойти попробовать устроиться на Тульский оружейный завод. Меня это привлекло, заинтересовало, то есть познать все эти тонкости, мастерство оружейного производства. Рассказать действительно было о чем. На Тульском оружейном заводе трудится практически вся семья Щербаковых. Основоположники династии Виктор Алексеевич и Нина Ивановна уже пенсионеры. Но при этом продолжают работать в одном цехе. Вот уже более 40 лет. Представитель следующего поколения, их сын Александр, начинал там же, но затем сменил специфику деятельности на машиностроительное производство. Все мы продолжаем трудиться на нашем оружейном заводе, то есть и родители мои, несмотря на то, что находятся они на пенсии. Я, сын мой, ну надеемся, что с их семьи кто-то еще пополнит наши ряды оружейников на благо, как говорится, нашего города и процветания Тульского оружейного завода. В итоге Дмитрий утвердился в мысли последовать по стопам родных. И не пожалел. Сейчас молодой человек работает и одновременно получает высшее образование по специальности. Учусь второй год в политехе на автоматизации техпроцесса и производства, то бишь, соответственно, кафедры технологии машиностроения. Ну, познаю, как бы, все тонкости станков ЧПУ, наладку ихнюю, как бы, получаю профессию по этим станкам. Вот, соответственно, как бы, повышаю себе квалификацию. Пока оружейного прошлого в семье Щербаковых нет только у Мирославы. Сейчас ей чуть больше года. Она уверенно ходит за руку с дедушкой-оружейником. И, может быть, пойдет по стопам старших членов семьи. София Кириллова, Сергей Давыдов.